Всем привет, дорогие друзья! И с вами Михаил Кремчук. В гостях у нас находится Павел Морозовский, который сейчас занимается тем, что разрабатывает новый очередной бот. И вот хотелось бы с ним пообщаться по этому поводу. Зачем вообще бот нужен? И какие есть вообще фишки от того, что у тебя есть бот, например? Да-да, Паша, ты можешь отвечать. Пропадает у вас связь, пропадает звук из-за того, что, видимо, трансляция, когда включается. Я могу сейчас еще раз повторить вопрос. Скажи, пожалуйста, вот я сейчас озвучил то, что ты занимаешься разработкой ботов. Что это такое и где его можно применить? Каково вообще его применение? В каких сферах он применим? Смотрите, начнем с простого вопроса. Что такое чат-бот? Это инструмент внутри мессенджеров, который автоматизирует коммуникацию с пользователем. У нас по статистике три секунды – это время, которое человек готов потратить, чтобы увидеть то предложение, ради которого он перешел по вашей рекламе. Соответственно, если больше трех секунд он не находит этого или на его вопрос нет ответа, то он уходит. Соответственно, это потеря. Это чат-бот у нас – это такая история, которая дает моментальный ответ, и мы из-за этого не теряем наших клиентов. То есть есть такое понятие, как отказ. Например, в Яндексе это отказ, процент отказа. Это те люди, которые провели на вашем ресурсе до 15 секунд. Соответственно, это очень важный показатель, потому что если человек не находит какой-то оффер для него… Чтобы было понятно… Чтобы было понятно… Сейчас просто будет это слышать, что оффер – это некое уже торговое предложение, которое должно удовлетворять по запросу, потому что человек пришел с рекламы, и, соответственно, он уже должен получить готовый ответ. Условно говоря, какая-то минимальная консультация продавца, который, например, находится не в занимодействии с потребителем, а находится, скажем так, где-то там. И наша задача все-таки продавать в любой момент, когда получается такая возможность, и вот как раз бот при помощи вот этих оффер-команд позволяет вам продавать. И, опять же, удерживать внимание потребителя. Ну да, давайте я тоже в лирику не буду сильно входить простыми словами. Опять же, если вы предлагаете, например, какой-то продукт, например, телефон, продажу телефона, то человек, перейдя, в течение трех секунд хочет увидеть, как выглядит он, что у него есть, например, и кнопка «оставить свои контакты» или «оплатить», например. Соответственно, бот быстро выдает вам эту команду, либо приветствует, да, когда клиент вам, например, пишет в чат, я хочу там вот это, да, вы не всегда можете ответить там, вы где-то в автобусе, в метро там или за рулем. Соответственно, бот уже видит эту команду и автоматически приветствует его и предлагает ему то, что он хочет. Вот это самое простое объяснение чат-бота. Ну, также чат-бот может быть не только продающим, да, но информационным, например, для гостиницы. То есть человек хочет быстро, например, обратиться, там, заказать даже тоже такси, да, или доставку еды, он переходит быстро в бот, на посадочной странице его встречают, например, предложения, которыми он может воспользоваться, и мессенджер, например, хочет в Телеграме, да, он нажал Телеграм, ему быстро, да, машину, там, через сколько, там, через 20 минут, окей, все, ему сразу бот присылает оплату, человек оплачивает. Приходит уведомление, там, кто сидит, да, администратор. Все, администратор уже перенаправляет его на водителя, водитель его встречает, и все. То есть вот это все автоматизируется, не нужно там ни с кем созваниваться, все автоматически. Вот как бы в этом прелесть чат-бота. Также… Смотрите, Паша у нас немножко завис. Вкратце он рассказывал о том, как можно применить бот, какие вообще… Какой бот… Ключевых слов. Например, человек хочет быстро как-то воспользоваться там услугами того же Яндекса, да, соответственно, он вводит что-то, бот ему дает оффер по ключевым словам, например, там, Яндекс Директ, ну вот что-то типа такого. Слушай, Паша, скажи, пожалуйста, насколько сложен может быть бот, потому что, скажем так, нам, например, недостаточно, чтобы человек выполнял там два-три действия, да, то есть а может быть это… Можно ли вообще бот применять для того, чтобы узнать как можно больше потребителей, для того чтобы потом в дальнейшем заранее подготовить ответы, и вообще какова глубина вот этой иерархии, не иерархия, как сказать, ветки бота там, да, чтобы… Насколько стоит действительно использовать бот максимально для того, чтобы он закрыл основную часть вопросов, или все-таки это… Есть какое-то ограничение, там, например, там, три или пять ответов, и все, и дальше должен уже подключаться специалист. Просто есть ли вообще вот такая вот информация по этому поводу о глубине именно бота? Да, ну, смотрите, я понял. Ну, боты можно делать, например, с помощью, да, там, программирования, там, тот же Python, да, язык программирования. Можно делать с помощью конструктора. Сейчас, как бы, много вариантов. Пользоваться я не хочу. Конечно, там, конструктор предлагает какие-то ограниченные функционалы, но имеет всегда какое-то окно, где вы можете уже его самым дополняться, то есть та же Tilda, да, там, если вы делаете сайты, она всегда дает конструкции готовые и отдельно дает пакет для тех, кто уже там хочет что-то больше, да. И что касается глубины, да, здесь, в принципе, роль особо не играет. В любом случае, чем глубже вы это делаете путем, там, программирования, конструктива, там, с помощью конструкторов, да, то все-таки, ну, есть какая-то заторможенность вот эти вот, так сказать, jet lag, да. Также не рекомендуется делать, как бы, несколько ботов, например, в одном мессенджере. Это тоже затрудняет его работу. Появляется какой-то, там, тот же jet lag, да, вот короткий, там, в две секунды, например. То есть человек получит сообщение не моментально, да, на свой запрос, там, а через секунду. Ну, это бывает в случае, когда, там, может быть, такой вариативный бот. Ну, вообще рекомендуют, как бы, все делать в сторону упрощения. То есть чем проще, тем лучше. Поэтому важно, чтобы человек моментально получил ответ, а дальше уже его можно, там, даже переводить на вашего, там, менеджера, и все, чтобы он с ним уже разговаривал. Главное вот получить моментальный ответ, там, оффер, чтобы он увидел это, и все. Ну, и некоторые мессенджеры, конечно, дают сразу контакт. Сейчас я немножко, да, еще прокомментирую, потому что не все знают, что такое тильда, когда ты озвучил, да. Тильда – это, в общем, конструктор сайтов, на который вы можете тоже зайти и, в принципе, что-то сами сделать. Но лучше, конечно, все-таки, когда вы обратите специалиста, вот как Павлу, например, и воспользоваться его услугами, потому что он делает все довольно быстро, качественно, и, на самом деле, все это очень бюджетно, и не стоит, как бы, заморачиваться тем, что вы тратите время на изучение какого-то нового инструмента, потому что сейчас существует большое количество инструментов, всяких различных приложений. Даже вот сейчас вот я пользуюсь приложением как Zoom, и тоже для меня это где-то в диковинку, но я достаточно быстро разбираюсь, но все равно, может быть, вам это не стоит и не нужно. Слушай, Паша, сразу перебегаю к следующему вопросу. Скажи, пожалуйста, вот бот, да, как он работает вот в этих мессенджерах, да, и в каких мессенджерах он работает? Ну, смотрите, сегодня, ну, в принципе, ограниченный, да, у нас… С чем это связано ограниченность? …пакет мессенджеров? Ну, это связано с тем, что не все хотят открывать, так называемая API, да, открытость самого мессенджера, то есть насколько он готов интегрироваться с другими системами. То есть тот же Instagram Direct – это тоже как бы мессенджер, да, но он закрыт. То есть в первую очередь связано с комфортом самих потребителей, да, этого мессенджера. То есть некоторые этого избегают, чтобы, да, люди не получали спам. Вот, например, тот же Viber, он менее популярный, он открытый, но он менее популярный за счет того, что там постоянно какие-то предложения, какие-то стикеры, то есть вот эта вот реклама, она как бы отталкивает, надоедает людям, то есть… А тот же WhatsApp, да, это максимально простой мессенджер, понятный, без всяких вот этих вот нагрузок на там визуальную составляющую пользователя и просто комфортный, да, но он платный. Вот. У нас сегодня есть ряд мессенджеров. То есть это Telegram, Viber, Вконтакте тоже очень хороший мессенджер внутри самого приложения. Что я еще не сказал? WhatsApp. Ну, он платный, да. А как понять платный, да? Что вот подразумевается платный? Ну, WhatsApp сам по себе он закрыт, да, но для бизнесов он открыт в случае, если вы там предоставляете пакет документов, да, что вы бизнес, да, что вы не будете там сегодня спамить, там, продавать всякие бады, там, секс-услуги и так далее. Вот. То есть это все проверяется Facebook, да, как WhatsApp-часть Facebook. Вот. И за это нужно платить абонентскую плату. То есть вот они пошли на вот это вот. Я так понимаю, там от количества сообщений все это зависит, да, то есть платность? Смотрите, это не зависит от количества сообщений, это зависит от их качества. То есть если вы не будете делать какие-то массовые рассылки, там, странные предложения, ну, то есть он, сам Facebook, да, он анализирует как бы вашу деятельность и бережет вот это вот время пользователей в самом мессенджере. То есть если вы будете там людям надоедать, вас быстро прикроют, вот. Остальные мессенджеры, в принципе, открыты, и там можно делать что угодно. Viber, Telegram, Вконтакте, там, Вконтакте есть одно ограничение, там, если человеку будете надоедать, он должен от вас отписаться, там, введя слово «стоп», и все. Так вы можете что угодно там делать. Вот. Ну и что еще? Я вроде все сказал. То есть, ну, основные мессенджеры я перечислил, да. Скажи, пожалуйста, вот, да, вот ты рассказывал информационно, у нас там был небольшой технический сбой, зависела видеозапись. Скажи, пожалуйста, вот, если взять в плане гостиницы, да, там существует до продажи, до услуги, ну, скажем так, до продажи каких-то услуг дополнительных, которые, скажем так, не относятся даже к гостиничному бизнесу, ну, вот, например, трансфер, да, то есть, как правило, это осуществляют водители такси, ну, либо частники, а также, например, доставка того же питания. Как вот вообще сделать так, чтобы, если информация собирается общим ботом, как поставлять информацию о том, чтобы была заявка, например, на трансфер и тем самым не отвлекать администратора от своей работы, да, потому что вроде бы как бы он может этим заниматься вопросом, да. А есть ли такая возможность, чтобы эта информация, там, например, о трансфере, да, уходила совершенно другому администратору, который отвечает непосредственно за трансфер? Ну, конечно, можно. Просто это даётся доступ определённым людям, да, к самой, ну, CRM-системе, да, так называемый сбор заявок, вот, и, соответственно, выдаётся, да, людям, которым, как-то, так сказать, выделено вот это доверие, да, обрабатывать эти заявки. Ну, всё. Я понял. Слушай, вот как раз ты сейчас озвучил CRM-систему. Но как вообще человек будет, ну, что он увидит, во-первых, да, что это за инструмент CRM-система именно для ботов, да, и как ей пользоваться. Потому что я вот всем недавно установил где-то в начале этой недели установил WhatsApp для бизнеса, да, то есть прямо в самом мессенджере встроена CRM-система, и она действительно очень удобная. Ну, там есть один небольшой такой минус, да, очень трудно. Ну, не то, что трудно, там нет инструмента для продажи. Я знаю, что ты сразу настраиваешь возможность приёма платежей, что это очень, это самое такое из важных таких моментов, потому что чем ближе ты к потребителю, чем быстрее ты позволяешь ему совершать какую-то сделку, чем меньше ты оставляешь ему времени на то, чтобы он думал, тем выше вероятность того, что всё-таки сделка состоится. Вот скажи, пожалуйста, да, вот по этому поводу. А что за CRM-система? Ну, в простом слайме CRM-система это та же табличка в Excel, да, кто знаком с Excel. Вот. Это табличка с полями, да, имени, телефоном, там, почтой и любыми другими, которые вы сами захотите сделать, да. Пускай это будет там пол, это будет возраст. Что вы хотите собирать, то вы и делаете. Вот. Это таблица. Как вы уже будете с ней работать? Тут уже полет фантазии. Вы можете её автоматизировать и связывать с любыми сервисами. Вы можете дальше её загружать в те же кабинеты рекламные, там, Яндекс, Фейсбук. Работать с ними, да, на основе уже тех, кто у вас там есть в системе, искать похожих людей. Либо тех, кто у вас там есть в системе, да, но там выполнили там, купили у вас, например, телефоны, да, да, а вы уже можете на них догоняться и продавать чехлы. Ну, например, чехлы. Ну, смотри, если говорить чехлов, да, 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 вот всё правильно, то есть я просто поясню обычным простым языком, да, то есть если к вам обратился клиент, да, вы продаёте, например, через рекламу, кстати, также можно заказать рекламу таргета, это через Яндекс, Гугл. Всё у меня можно заказать. Да, всё можно заказать, потому что Паша – это профессиональный маркетолог, который занимается именно тем, что помогает бизнесу продавать. И такие специалисты, они должны быть сейчас в каждой компании, при том, что этот специалист может быть находиться вообще не на постоянном окладе, а находиться на определённых сделке, и это очень удобно, да, на аутсорсе, на фрилансе. И этот человек, он очень мало времени занимает, скажем, у бизнеса, да, но он знает конкретно, что делать, он сам обучает себя, тратит на это свои ресурсы, деньги, время для того, чтобы потом выполнять свою работу быстро. К нам сейчас ещё один человек присоединяется, это Дмитрий Гарин. Посмотрим, что он ответит по этому поводу. Так, Дмитрий, привет, привет, привет. Так, Дмитрий подключает звук сейчас, давай его ошарашим прямо с ходу, да, по поводу CRM-систем и вообще всего прочего бота. Так вот, я к чему, вы можете смотреть, если вы продаёте какой-то товар, и у вас идёт реклама таргетированная, да, или вообще реклама в социальных сетях, и как раз идёт ссылка на ваш бот, и люди, когда уже переходят, да, например, хотят купить телефон, и вы его идентифицируете, что данный клиент такого-то возраста, если получается идентифицировать там на входных каких-то значениях, и плюс вы ещё собираете информацию, да, и ставите ему какой-нибудь там, условно говоря, ярлычок, что этот человек хотел купить телефон. И следующий этап вообще взаимодействия с данным клиентом – это, например, предложить ему чехол. Либо сразу предложить чехол, либо предложить наушники, если, например, в этом… Дмитрий, привет-привет, нас трое, и я хочу сейчас тебе сказать, Дима, чтобы ты не торопился, что мы сейчас как раз обсуждаем боты, обсуждаем CRM-системы, насколько это вообще удобно, можно использовать. Слушай, Димасик, ещё такой вот тебе просьба… Вот, Димас… Микрофон включи. Во-первых, включи микрофон, микрофон включи, микрофон, микрофон включи. И сделай настройки… Сделай, пожалуйста, это самое… Чтобы ты понимал, это вообще вся запись, она пойдёт в YouTube, Instagram, так что держись, тебе всё прилетит. И в Яндекс.Дзен, кстати. Да, и в Яндекс.Дзен, кстати, пойдёт тоже. Все выпивают, ну, а я как бы попроще на водичку перехожу. Вот. Слушай, Димас, ты почему не делаешь экран, как бы это самый подразмер этот… Ну, нормальный размер сделала бы экрана, конечно бы. Нормальный, какие ещё размеры экрана? Вот у нас с Пашей одно и то же всё. Нет, у Паши хороший широкий формат. Ярек, я занят, я занят. Он с компьютера, наверное, разгонит, а я с этого. Нет, он с телефона. Ты с телефона или с компьютера? Я с компьютера разгонит. Всё, понял. Слушай, Димас, там… Нет, там есть настройки экрана, ты просто неправильно настроил. Посмотри. Понимаешь, я такой фильм. Да. Слушай, Димас, скажи, пожалуйста, вот ты вообще, чувствуешь, что тебе нужен бот или не нужен? Скажи, пожалуйста. А? Конечно, конечно. Пусть представится сначала. Да, вообще, если те, кто не в курсе… Дмитрий Гарин – это наш самый главный сексолог нашей страны, и вообще он занимается просветительским обучением именно для… Пониматики философ, да? Хорошо. С уважением относящихся к коммерции. Скромный автомобилист из Москвы. Территория для нечастных встреч имеется. Вот. Это первый. Всё, понял. Хорошо сказал. Угу. Вот. Мы, смотри… Димас, обсуждаем сейчас… Ты хотел бы, чтобы я бот ваш взял, да? Нет, вообще, мы хотели бы узнать, насколько важен ли тебе вообще бот, сможет ли он тебе помочь. Приятного аппетита. Слушай, а он специально что-ли портит сегодня у нас? Хорошая была запись, Димас. Почему бот? Нет, на самом деле, дело крутое и аксимальное, на самом деле. И бот, и всё. Видишь, знаешь, почему я сижу? Потому что работает CRM-система. Выходные, понимаешь, зарабатывают деньги. Всё благодаря Павлу. Спасибо, Павел! Павел, спасибо тебе! Павел! Павел! Ну ладно, отлично. Рекламу мне уже сделали. Слушай, да, мы уже с двух сторон сделали Павлу Рекламу. Да, я закончу тогда просто говорить про CRM-ку. Кстати, вот книжку читал, называется «Джо Джеральд. Самый богатый, по-моему, или что-то такое, самый богатый продавец в мире» или как-то так она называлась. Вот. И он вёл блокноты, то есть он уже тогда понимал, что такое CRM-система. То есть это было там 60-е, по-моему, года. Он продавал машины Chevrolet. И он просто вёл многотомовые блокноты с клиентами, да. И потом даже под Новый год он отправлял открытки с поздравлениями каждому. То есть это наши вот нынешние email-рассылки, да, аналог. И тем самым повышал свои продажи. Слушай, ну, те, кто не помнит, в принципе, я тоже, когда начинал заниматься гостиничным бизнесом, всё начиналось с того, что я был обычным агентом по недвижимости. И вот у меня было два дневника, кстати. Это как раз ты сейчас вспомнил про тома. Вот. У меня было два дневника. Один дневник для того, что я потом периодически просматривал записи, а именно там, например, через полгода, да, то есть, или вообще просматривал эти записи, видел, что через полгода освободится та или иная квартира. И я раньше других агентов умудрялся просто обзванивать этих собственников и предлагать своих клиентов. Вот. Ну, просто уже знал, как это работать. Вы ничего не покупали, мои дорогие. Что? Да. Давно вы ничего у меня не покупали, мои дорогие. Ну, ты можешь как раз сейчас это предложить и протестировать на нас свою супер-систему. Да. Я вижу, в тапочках сижу сейчас вот здесь, чаёк попиваю. Вот. Мы, кстати, как раз и подошли к самому такому важному заявлению, что вот любые вот эти информационные инструменты, такие как бот, CRM-системы, они-то как раз и позволяют, что человек, который очень плотно в своё время поработал, создал какой-то свой авторский, вот как вот Дмитрий Гарин, да, свой авторский курс и может спокойно находиться на отдыхе и не париться по поводу того, что ему надо сейчас вставать и идти что-то делать. То есть, когда просто наступит понедельник, ему на кассу поступят определённые денежные знаки, он будет просто счастлив, потому что он хорошо поработал, но на самом деле он где-то даже отдыхал. Вот. Ребятки, я побеждал, у меня один важный политический. Да. Цело я понимаю. Да. Придётся там чуть-чуть вырезать, ничего ты не переживай, если что. Хотя можно оставить. Я жопу в эфире, я готов ради вас показывать, что ты не так охватываешь, понимаешь? Ребятки. 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 Социальная Россия засветилась. Засветилась. Так. Так, ну что, мы в принципе остаемся с Павлом снова в нашем прямом эфире и продолжаем общаться по поводу информационных технологий. Скажи, Паша, какой вообще минимальный сейчас набор для продвижения? Какой бы ты просто посоветовал бы минимальный набор для продвижения бизнеса, своих товаров, услуг? И сколько это примерно будет стоить? Ну, я имею в виду даже, ну, просто заказать у кого-то, ну, среднюю рыночную стоимость, так примерно назвать. Смотрите, вот живой пример, да, будет. Поднимем, так сказать, ценность этого ролика. Моя сестра, да, 22, она решила заняться рисованием бровей, да, окрашиванием, ну, бьюти-сфера, да. Ничего не понимая вообще в этом, дала объявление там на первом этаже, что я занимаюсь, собственно, вот этим, и это стоит столько. Да, к ней там стали обращаться, вот, я ей посоветовал, давай-ка мы с тобой сейчас сделаем, ну, как бы рекламу в интернете, да. Для нее это, естественно, безвозмездно, для меня это просто интерес, можно сказать, даже благотворительность, да, понять вообще, как это, сколько сил, сколько времени и сколько там денег можно сэкономить. Я стал, например, развивать это, что мне понадобилось, да, это самый простой сайт, конструктор, шаблон даже, да. То есть это даже не авторский какой-то сайт, можно взять просто готовый шаблон. Ну, готовый типовое решение, да. Да, если бы это делал кто-то другой, это бы стоило, ну, там, 3-5 тысяч рублей, да, хотя те, кто не ленивый, могут это сделать сами там за вечер, да. Я это сделал, так как разбираюсь в этом, да, тем более это конструктор, я сделал это там за 30 минут. Второе, уже более сложнее, это реклама. Я сейчас использую ТикТок, там в 20 раз дешевле реклама, чем в Инстаграме. Я имею в виду рекламный кабинет ТикТока, да, не само приложение, а рекламный кабинет. И, чтобы вы понимали, есть показатель такой, CPM, это стоимость тысячи показов. В Инстаграме это стоит 500 рублей где-то в среде. 500-600 рублей, да. 500-600 рублей. В ТикТоке это стоит 15 рублей. Это прикольно. Вот. Соответственно, конверсия там будет лучше. Ну, не то, что конверсия, наверное, стоимость заявки, да, она будет CPL, называется такой показатель. Это cost per lead. Ну, сколько на 15 рублей кликнуло человек? Цена за линии человека, который оставил контакты, да. И, в принципе, это выходит гораздо дешевле. У ТикТока просто нет таких ограничений на бюджеты. Потому что Facebook, он все-таки борется со спамом, и он не дает там больших показов. То есть ты должен сначала как бы показать, что ты что-то даешь, что ты даешь какие-то результаты, а дальше он повышает порог. А в ТикТок ты можешь сразу закинуть туда, например, 50 тысяч, да, и ты можешь эти 50 тысяч за сутки открутить. Соответственно, просто сколько ты вкидываешь денег, столько он и откручивает. На Фейсбуке, например, если ты только зарегистрировался, ты больше 400 рублей в день не открутишь. Ты должен будешь их открутить, оплатить, потом он будет повышать этот порог. Соответственно, опять же, под каждую модель бизнеса нужно просто смотреть свои как бы схемы. Но базовая, говоря про ту же бьюти-сферу, это вот, ну, я думаю, 10-15 тысяч, в принципе, можно найти в таких диапазонах. Если у вас там какой-то сложный бизнес, ну, здесь уже, я думаю, побольше. То есть там та же контекстная реклама, там посадочная страница, то есть это, ну, может, 30. Ну, то есть, смотри, минимальный набор – это все-таки какой-то сайт, да, это, может быть, какая-то простая посадочная страница, да, то есть все-таки то место, куда могут прийти, и на этом месте вы можете сделать краткое описание, то есть там какое-то продающее описание, плюс вы можете туда также закрепить все свои социальные сети. Это сейчас даже отображение социальных сетей позволяет на сайте, что, в принципе, не так дорого. То есть, получается, я сейчас о наборе говорил, да, что, то есть это сайт, это, я так понимаю, социальные странички в социальных сетях должны быть настроены, и бот туда входит вообще сейчас вот? Это актуально? Актуально ли бот? Вот прямо уже сейчас надо вот бежать заказывать, или еще можно подождать годик? Скажи, пожалуйста, вот сейчас что ты скажешь конкретно для бизнеса? Слушайте, ну, смотрите, актуально, да, актуально. Подождать годик, ну, подождете, просто это будет стоить дороже, потому что конкуренция выросла. Бот может заменять сайт спокойно. Это самое главное. Что получается, смотри, достаточно, я так услышал тебя, что достаточно настроить рекламную кампанию, и эта реклама будет кампания вести какой-то из мессенджеров, к которому прикручен бот. Да. Сколько будет стоить бот минимально? Я так понимаю, тысяч 30-35, да, где-то такая настройка? Смотря какой бот. Например, ну, мы с вами вот делаем бота, да, он будет, конечно, дешевле стоить. Информационный бот. Да, да, да. Продающий бот, он будет стоить, ну, ценник, да, вот мы записывали урок по ботам, да, и ценники разные бывают. От 25 там и до 300 тысяч, то есть в зависимости от объема, да, там какие сообщения. То есть нужно же правильно составить тексты, там, картинки, последовательность сообщений, там, задержки, да, чтобы человеку не спамить, да, а как бы чтобы это было как бы максимально плавно, удобно, не надоедало. Вот. Ну, я думаю, что как-то так, да, 20-300 тысяч в зависимости от ниши. Я понял. Ну, что, смотри, Павел, у меня уже заканчивается просто бесплатное время на Zoom. Сейчас просто я пробую бесплатную версию, дальше там посмотрим, будет мне интересно там что-то платить. Но сейчас вроде как бы выполняют он какие-то базовые функции. Вот, я тебя благодарю, и я думаю, что мы еще не раз с тобой встретимся в таком небольшом эфире, где сможем обсудить очень важные, я считаю, инструменты для бизнеса, потому что… Рассказать, рассказать есть что много в голове, да, поэтому я думаю, что обязательно еще мы с вами созвонимся и расскажем. Да, потому что бизнес должен прекрасно, ну, понимать и вообще давать себе отчет, что отсутствие рекламы, отсутствие информационных инструментов, которые позволяют управлять маркетинговой стратегией, вот это важно очень понимать, то это, знаете, вот отсутствие вот этих двух банальных простых вещей, вот которые мы сейчас озвучиваем, это называется социальная безответственность. То есть вы, безответственно, относитесь к тому, что вы, например, не занимаетесь просвещением ваших потребителей тем, чем как пользоваться, например, вашим товаром, как воспользоваться вашей услугой, какие у вас есть новые какие-то разработки. Вы этим, скажем так, брезгуете, да, то есть заниматься именно с таким продвижением и просвещением ваших потребителей. Я хочу скажу, важно не сами инструменты, да, маркетинг, то есть это не инструменты, это логика, это правильная презентация и прогрев вот этого вот вашего пользователя, да, потенциального покупателя. Вот это маркетинг, а инструменты – это способ. Паша, давай, еще остается минута, свои контакты, пожалуйста, и это самое. Будем заканчивать уже наш прямой эфир. Все, можно ввести. Телефон нужен, не нужен, будешь указывать, нет? Что? Телефон будешь указывать. Телефон? Да, я думаю, что нет, 8904-333-156-87, я думаю, это лишнее, наверное. Ну да, давай. Ну что, на этом все, спасибо большое тем, кто просмотрел от начала до конца, у нас в прямом эфире был еще и сексолог Витри Гарин. Подключайте, ребят, маркетинг, потому что потом уже будет поздно. Да, и подписывайтесь. Приклама – это двигатель торговли. Да, и подписывайтесь на наши каналы, будет всегда интересно, будет всегда полезно. Ну и до новых встреч, и в ближайшее время мы будем выпускать… Мы делимся мыслями абсолютно бесплатно и опытом, поэтому следите. И в ближайшее время мы пытаемся сделать, выпустить определенные обучающие курсы, где вы сможете все взять и настроиться, и научиться делать даже тех же ботов, потому что это сейчас очень-очень актуально. Ну на этом все, спасибо, Павел, и до новых встреч. Всем пока.